Работающему человеку сложно переехать за город, хотя мне бы хотелось жить на природе, где чистый воздух, лес и река. Так Олена Кабаева говорила в 2012 году, и вскоре ее мечта осуществилась. Семья олимпийской чемпионки обосновалась в Успенском на Рублевке. Поселок построили прямо в лесу, поэтому разглядеть дома сложно даже на спутниковых снимках, мешают густые кроны деревьев. Рядом речка, а среди соседей высокопоставленные функционеры от Единой России, влиятельные бизнесмены и адвокаты. А еще недавно здесь жила семья Юлия Чайки. В 2013 году участок и два дома здесь купила Анна Зацепилина, также зовут бабушку олимпийской чемпионки. А в июле 2018 года, как выяснили открытые медиа, сама Алина Кабаева впервые стала собственником недвижимости на Рублевке. Она приобрела участок в 25 соток, который находится прямо рядом с участком Зацепилиной. Участок она приобрела у фигуриста и бывшего депутата Антона Сихарулидзе. Как убедились открытые медиа, это, вероятно, самая дорогая недвижимость, которой владеет семья Алины Кабаевой, но при этом далеко не единственная. В общей сложности ее родственникам принадлежат 6 квартир, 2 больших дома и 70 соток земли, а их примерная рыночная стоимость превышает 1 миллиард рублей. В большинстве случаев речь идет о недвижимости в закрытых населенных пунктах, а предыдущие владельцы это либо высокопоставленные бизнесмены, которые работают с Газпромом, либо структура самой газовой монополии. Исключением не стал и Антон Сихарулидзе. Его компания, долю в которой он получил в 2017 году, выполнила работу для Газпрома на сумму больше 50 миллиардов рублей. Остальные леутеры тоже хорошо известны. Среди них, например, Геннадий Тимченко, один из богатейших бизнесменов России, который тесно работает с Газпрому. Еще один – это друг детства Владимира Путина Петр Колбин. Третий леутер – Григорий Баевский, партнер Аркадия Ротенберга, который совсем недавно продал Газпрому свою компанию за 75 миллиардов рублей. Все они продавали участки или квартиры родственникам Алины Кабаевой. Впрочем, далеко не вся недвижимость находится в собственности у родственников Алины Кабаевой. Так, например, ее мать Любовь Михайловна Кабаева оформила долгосрочную ленду на 49 лет на двухэтажное шале в Сочинских горах. Сосед матери Кабаевой – премьер-министр Дмитрий Медведев. Как выяснил фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального, неподалеку находится резиденция в Сочинских горах, которая так ему полюбилась. Аренда двухэтажного шале и прилегающей земли почти ничего не стоит. Любовь Кабаева, сын Виктора Золотова и еще несколько топ-менеджеров Газпрома платят за эту недвижимость примерно 300 рублей в день на всех. Вероятно, у Кабаевой наибольший доход среди членов ее семьи, но при этом нельзя назвать точную сумму. В 2014 году она покинула Государственную Думу и возглавила Совет директоров Национальной медиагруппы. Но Национальная медиагруппа не публикует годовую отчетность, которая позволила бы сказать, сколько именно получает Арина Кабаева. Почему Кабаева, не имевшая опыта менеджерской работы, возглавила НМГ, остается загадкой. Тайной при этом овеяна и ее личная жизнь. Так, в 2008 году издание «Московский корреспондент» назвало Кабаеву близкой подругой Владимира Путина. Президент все это отрицал, а издание вскоре было закрыто. Кабаева еще не раз комментировала свою личную жизнь, но при этом только общими формулировками. При этом с 2011 года, как убедились открытые медиа, изучив фотографии Алины Кабаевой, она носит кольцо на безымянном пальце правой руки. Кольцо внешне похоже на обручение.